А складываете деньги? Ну, бывает, откладываю по-разному, когда как получается. А где вы деньги складываете, если не сложно? Я не буду говорить про проценты. Это банк, естественно? Ну, конечно, банк. Сбербанк, кредит Уралбанк. Ну, там не очень большие ставки, если что. Я понимаю, но с этими ставками мне хватает, как бы, я уж... Хорошо, а если бы я вам сказал, что есть такая возможность, все-таки деньги под другие проценты положить, вы бы мне поверили? Ну, я же говорю, я в такие игры не играю. Это сейчас, знаете, он сегодня существует, завтра наступит кризис, и все, и эти все кооперативы, как в 2008 году, полетят. А если мы скажем, что в этом кооперативе ваша сумма застрахована на сумму 700 тысяч рублей, как во всех нормальных сберегательных заведениях? Ну, тогда, может быть, и поверю. Есть ли у вас денежки? Ну, есть, в принципе. То есть вы просто получаете зарплату, и немножко денег остается, правильно? Конечно. Вы их денежки складываете? Ну, как складываем? В смысле складываем? Ну, если есть немножко денежков, они же должны работать? Складываем, конечно, потом их заберем. Ну, если надо будет, берем. А где вы денежки складываете? Под какой процент? Просто мне интересно. Ну, у меня же супруга этим занимается, я не знаю. Мы пенсионеры, в принципе, у нас немного остается денег, и мы не пользуемся услугами. А если вот, допустим, ну, есть же банки, представляете, да? То есть в Магнитогорске в большом количестве представлены банки. Да, да, да. Они берут денежки под, ну, 10 процентов? В принципе, да. 10 процентов, Сбербанк чуть меньше. А Сбербанк меньше получается? Ё-моё, оказывается, вот так-то все. А если я вам скажу, что есть место, где вы можете положить деньги под 23 процента? Не удивлюсь, но это, наверное, кредитные кооперативы, и, по всей видимости, у меня доверия к ним особо нет. А если есть кредитный кооператив, который вам позволяет до 700 тысяч страхования вашего вклада будет? Ну, тогда, возможно, таким кооперативом можно воспользоваться, если до 700 тысяч, ну, как государственная программа говорит, застраховано. Такой кооператив, в принципе, можно использовать. Скажите, пожалуйста, вот у вас наверняка есть денежки, правильно, пенсионеры? Ну, как пенсию получаю, конечно. А вы вот где денежки складываете, понимаете? Вот есть такие вещи, которые, ну, обыкновенные банки, да, 10 процентов платят. Я, когда уходил на пенсию, самое лучшее мне, что понравилось, это Сбербанк. Поэтому деньги храню в Сбербанке. А там сколько примерно? Что примерно? Ну, годовые вклады сколько примерно? А не спрашивал. Не спрашивали? Не, ну, пенсионер, зачем, как говорится, много. Пенсию получил, немножко полежали, да, расходовал. А если для вас будет место, где вы сможете в два раза больше деньги положить? Не думал об этом. А вот здесь? Да, не заходил. Оказывается, понимаете, что если, допустим, положить денежки, то сумма получается 23 процента, а если миллион, то получается 26. Ну, до миллиона далеко, конечно. Ну и 23 тоже, не 10, правильно? Ну, совершенно согласен, да. Разговор-то у нас состоялся на улице. Мало того, действие шло рядом с кредитным кооперативом «Гранд Капитал Кредит», расположенным по адресу улица Труда, 21. И самое-то забавное, что деньги у людей есть. И самое забавное, хранятся они в местах, коих было много, но за кризис они рассосались, коих стало немерено. И это в кризис. И в том банке, что швырнул весь российский человеческий люд. Я вот толком не понимаю, зачем они хранятся там, где инфляция их съедает. Хотя ведь есть-то место обратное. Вот опять же, недавно ездил и опять же говорю, что Магнитогорск не хочет в кризис залазить. Знаете почему? Потому что у Магнитогорска есть деньги, в большом количестве, кстати. Вопрос в чем заключается, где люди эти деньги хранят? Я, конечно, понимаю, что у нас большое количество банков, они там выдают... Сбербанк самый низкий процент, это получается 8%, Некоторые сбербанки, в смысле другие банки, выдают под 12% годовых. Но если бы вы подумали о том, что ваши денежки могут послужить не только вам, а послужить еще и вашим ближайшим родственникам, и где бы вы такие деньги смогли положить, и куда бы вы смогли положить, я предлагаю положить их вот сюда. Кредитный кооператив, Гранд Капитал Кредит. То есть вы приезжаете на труда 21, вот сюда денежки складываете, вот, если у вас там сумма небольшая, ну, не миллион, естественно, миллион это 26% годовых, а если сумма чуть-чуть покороче, то есть поменьше, то 23%, это, поверьте, в два раза больше, чем в этих ваших непонятных банках, которые сегодня есть, а завтра их и нету. Смотрела недавно ТВ? Чуткая штука. Цена в разы вниз и ТВ ваше. Вот только непонятно, какой этот ТВ. А мы за тех, кто из магнитки. И делает для магнитки более, чем кто-то. Но кто еще из потребительских кооперативов помогает детям? Кто помогает людям, страдающим слухом, то? Кто деньги вкладывает во все? Пришлый челябинец или пришлый мосюк? Кто каждого клиента не просто ждет, а готовит подарки? Кто празднику рад? Кто город наш понимает? Ну вы сами-то и подумайте, кого я еще буду пиарить то. Да не лохи, не детские мне нужны. Мне нужны люди города. Люди, знающие все наши страхи и понимающие нас. А иначе денег-то не будет, а будет простое кидалово. Вот этот сюжет мы сделали специально на улице. То есть заморозили камеру, заморозили оператора и я немножко тоже подмерз. Потому как мы вам говорим о том, что в городе Магнитогорске все в принципе нормально. То есть есть люди, у которых есть деньги. И только у меня их, пожалуй, нет. Я хожу там вот таким образом. Ищу их, естественно. Хотя тоже, если так и посудить, 40 лет, квартира есть, дом есть. А что еще надо? Немножко погасить кредиты и все. И жить можно нормально. И уже может быть денежки скопить для моего сына. И которому тоже будет когда-то 21 год. И я хочу, чтобы у него было все в порядке. И квартира, и пятое, и десятое. И куда денежки сложить. Но я-то знаю, куда их сложить. А вы-то не знаете. Вот. Но если вы не хотите деньги отдавать в долг банкирам, потому как темпы инфляции 6%. Это знаете, так вот. И по ушкам, по ушкам, по вашим ушкам. Нет, темпы инфляции у нас нормальные. Посмотрите, бензинчик-то сколько стоит. Ух, ништяк, да? 10% хлоп. Это только начало. В связи с такими темпами инфляции я бы положил деньги вот сюда. В гранд капитал кредит, понимаете? Была бы сумма такая еще и свыше миллиона. Так мне бы еще 26% было. А так, ну, поменьше суммы, естественно, 23% годовых. Вот. И приехать-то куда? Сюда, на труда 21. Вы денежки положили. Вам денежки принеслись. И, в общем-то, всем стало очень...